Всем привет! Меня зовут Ирина Мальцева, основатель онлайн-школы выпечки на закваске «Живой хлеб». Сегодня мы с вами будем готовить настоящие печатные пряники. Прежде всего, мы с вами приготовим сладкую смесь сахара и меда, которую будем прогревать, немножко проваривать в такой вот ковшечке, желательно с толстым дном. По рецепту, который входил в комплект к пряничным доскам, здесь рекомендовано 150 грамм сахара на 150 грамм меда. Пряники я буду делать с начинкой, то есть внутри будет повидло и они довольно сладкие получаются. То есть я возьму 150 грамм меда и 100 грамм сахара. Включаю весы, мед у меня жидкий, аккуратненько. Можно, конечно, и засахарившиеся уже использовать, в столовых ложках измерить, но у меня получится вот так вот через край. Мед разнотравья. И сюда же ковшичек 100 грамм сахара. Ставлю ковшичек на небольшой огонь и взвешиваю сливочное масло. Сливочное масло у меня домашнее, здесь вот в такой силиконовой формочке я его выкладываю и замораживаю. Здесь у меня 200 грамм, значит я отделю половину и добавляю в ковшик. Добавляю сливочное масло и прям щепоточку соли, чуть-чуть. Теперь нам нужно все растопить, расплавить периодически. Подходим, проверяем, помешиваем, чтобы ничего не пригорело у нас. И приготовим сейчас специи. Я буду использовать корицу, мускатный орех и немного аниса. Специи вы можете использовать по желанию, можно не использовать. Медовые пряники будут очень ароматные. И также приготовим примерно пол чайной ложки соды. Но она нам понадобится попозже, так же как и специи. Корицы я беру примерно чайную ложку. Можно, конечно, отмерить. Я просто заранее приготовлю в себе смесь. Корицы положила. Мускатный орех поменьше, где-то четвертиночку чайной ложки. И немного аниса, прям совсем чуть-чуть для запаха. Масло у нас расплавляется. Сахар и мед становятся такой вот однородной массой. Но мы пока не торопимся. Нам нужно такой вот сироп сварить, приготовить. Посмотрите, какая получается смесь. Сахар растопился, растворился полностью. Все стало однородным. У меня где-то минут 7-10 на это потребовалось. И сейчас очень аккуратно мы с вами будем добавлять соду. Почему аккуратно? Потому что у нас все будет пениться и как бы кипеть. Пол чайных ложечки нам будет достаточно. Так, и размешиваем. С огня лучше снять, чтобы нас не убежало. Наша заварка. Смотрите, как красиво белеет, пенится. Но будьте внимательны. И теперь добавляем в нашу получившуюся как бы пену специи. Размешиваем. Следим, чтобы у нас все-таки ковш еще горячий. Чтобы ничего у нас не подгорело, не прилипло. И вот такая вот красота у нас с вами получается. Нам нужно дождаться, пока масса остынет. Когда у нас с вами остынет наша масса градусов до 70. Так, ну у меня сейчас вот 67. И мы добавляем с вами 150 грамм ржаной муки. У нас получается с вами тесто. Это не вся мука. Мы будем добавлять попозже. Но часть мы добавим в горячую массу. Когда у нас масса остыла до комнатной температуры, она загустеет. Вот, как видите, тесто такое довольно плотное. Мы сюда добавляем одно полное яйцо и один желток. Белок нам пригодится чуть попозже для глазури. И также мы добавляем оставшуюся муку. Нам еще осталось с вами добавить примерно 300 грамм муки. Я буду добавлять 100 грамм ржаной муки и 200 грамм пшеничной. Маловато у меня емкость. Надо было переложить. Но замешивать, честно говоря, удобнее будет на столе. Замешиваем тесто. Оно, конечно, плотное, не очень удобно. А поэтому я не пользуюсь никакой техникой. Боюсь, что просто мой миксер не возьмет такое тугое тесто. Вмешиваю вручную. Если у вас есть какой-то прибор, которым вы без проблем замешиваете тесто, например, на пельмени, то можно вымешивать днем. В тесто вы можете добавить 50 грамм ржаной закваски. Закваска здесь будет не с целью разрыхления, а как вкусовой улучшитель. Я такие пряники готовила, получилось тоже очень вкусно. Тесто у нас получается однородное. Вся мука вошла в тесто. Если вы добавляли закваску, то у вас уйдет чуть-чуть побольше муки. И следите, чтобы консистенция была у нас не забитая мукой, но в то же время не жидкая. Тянет еще пьяничное тесто, можно отбивать. Тесто у нас готово. Смотрите, чтобы не было вот таких вкраплений, чтобы все было однородненько. И у меня просто с рук сейчас еще немножко туда входит остатков муки. Готовое тесто мы положим в какой-нибудь контейнер или накроем, можно в пакет просто. И на 20 минут уберем в холодильник. Нам так будет удобнее с ним работать. А пока мы займемся подготовкой форм. Пряничные формы я смазываю кисточкой, смоченной в растительном масле. У меня вот такие вот красивые деревянные формочки, которые я заказывала на сайте Текстура. Я вам оставлю ссылочку под видео. Очень хорошие формы. Я пользовалась, пекла эти пряники уже в формах несколько раз. И с начинкой прекрасно получается. И без начинки вот эти вот маленькие прянички. Аккуратные, ровные, красивые. И пахнет натуральным деревом. Очень приятно ими пользоваться. Вот таким образом мы подготавливаем наши формы. Масло пока не убирайте. Потому что мы будем обновлять наше покрытие, чтобы пряники у нас хорошо выходили и не прилипали. Достаем тесто из холодильника. Берем небольшой кусочек пряничного теста. И укладываем его в формочку. Оставляем место в серединке под начинку. То есть делаем такое углубление. И пальчиками плотно прижимаем тесто. Так, чтобы у нас пропечатался рисунок. Теперь выкладываем начинку. Много не нужно, чтобы не вытекло. Особенно если повидло, видите, такое слегка жидковатое. Яблочное у меня более густое. И сверху подготовим тоже кусочек теста под размер. И накроем наш пряник. Аккуратненько защипываем края и убираем излишки. Теперь немного с краю мы поддеваем вот так вот пряник, чтобы он у нас хорошо вышел из формы. И так вот. 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 Маленькие пряники. Если будете готовить одновременно с крупными, не укладывайте их на один и тот же противень, потому что маленькие будут выпекаться быстрее, а крупные пряники будут выпекаться минут 15, даже 20. Я положу их на один противень, но они будут у меня лежать с краю, поэтому по мере готовности мы их достанем. Маленькие прянички будут без начинки. Если делаем без начинки, то просто мы в смазанную форму помещаем аккуратненько тесто, распределяем его, отодвигаем от краев и достаем. Духовочку прогреваем до 250 градусов, пряники отправляем на 3 минуты и затем температуру мы через 3 минуты снижаем до 180, допекаем в зависимости от размера пряника. Пока пекутся пряники, приготовим глазурь, белок, который у нас остался, можно даже не весят, частично, и добавляем сахарную пудру. Взбивать не нужно, потому что наша задача сделать не взбитую пенку, не айсинг, а нам нужна именно глазурь. Просто мы сахарную пудру немного разотрем с белком. Вот этого количества нам будет вполне достаточно. Горячие пряники смазываем глазурью сразу же. Немножко в некоторых местах они треснули. Может быть, мы не совсем угадали с консистенцией. Так бывает, когда либо не хватило муки, ну тогда бы поплыл у нас рисунок, либо, наоборот, чуть многовато ее было. Вот такие замечательные пряники у нас получились. Я надеюсь, вам понравится и пригодится этот рецепт. Поставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться на мой канал. Ну а для тех, кто хочет приготовить ржаную закваску, я приглашаю вас на бесплатный курс для новичков. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих роликах. Вот какой пираник у нас получился внутри. Продолжение следует...